Пересечение улиц Антона Петрова-Попова, по официальным данным прошлого года, стал самым аварийным участком. Семь крупных ДТП, в том числе и со смертельным исходом. Водители не всегда движутся по правилам и уступают друг другу, под колеса попадают и люди. На этом перекрестке пешеходников сразу четыре, причем не самых простых. Переходишь одну зебру, трамвайные пути и снова зебра. Остается догадываться, пропустит тебя автомобилист или поедет дальше. Поэтому и переходишь на свой страх и риск. Ну, аварий было много, сбивали. Сына у меня сбили здесь. Да, и водитель не остановился. Ну, такой для детей, я считаю, опасный. Несколько детей здесь сбивали. Очень многим непонятно, что это не кольцо. То есть, по правилам кольца ездят. То есть, постоянно происходят какие-то действительно аварии. И знаки не помогают? Нет, знаки не помогают. Ну, большинство водителей, видимо, не смотрят на них. Чтобы сделать перекресток проще и безопаснее, власти города выделили почти 6 миллионов рублей дополнительных средств на установку 45 светофоров. На вопрос, немного ли для одного участка, подчеркивают, это не значит, что его загромоздят устройствами. У нас же есть требование ГОСТ по установке светофоров. Соответственно, светофоры пешеходные должны дублироваться на трамвайных путях. Также у нас транспортные светофоры дублируются на разделительной полосе и так далее. Это в целом все светофоры. И транспортные, и трамвайные, и пешеходные. То есть, это не значит, что у нас там будет именно 45 стоек каких-то, да, там и так далее. Где-то это на опору ставится, где-то светофоры двухсторонние, потому что, ну, пешеходные, с различных направлений. К тому же, светофоры будут с умной начинкой и уникальными для нашего города, заверяют в профильном комитете. Устройство без прямого вмешательства человека регулирует сложнейшие транспортные потоки. Это позволит избежать и заторы на участке. Сейчас власти определили подрядчика. И к концу этого года ожидается, что светофорный комплекс уже начнет работать. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком.